Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я решила поговорить с вами на тему, которая, честно вам скажу, уже активно гуляет давным-давно в воздухе. Мне кажется, она уже на самом деле даже не особо-то и актуальная, но Америка сейчас взрывается громкими сериалами. И один из сериалов, который называется «Самый громкий голос», в котором рассказывается история основателя канала Fox News, Роджера, против которого было создано целое движение, которое называлось, если я не ошибаюсь, «Me Too», и суть которого была в том, что женщины Америки, которые работали на этом телеканале, говорили о том и были возмущены тем, что этот самый Роджер домогался их, оказывал на них сексуальное, я не знаю, как это сказать, влияние, что ли. Ну, в общем, они, все эти женщины, были возмущены тем, что они занимались с ним сексом. Вот, они занимались сексом якобы для того, чтобы строить себе карьеру. И вот тут следующий вопрос. Почему в нашем обществе современном достаточно до сих пор считается, что мужчина может заставить женщину заниматься с ней сексом для того, чтобы она чего-то там добилась? Вот, честно говоря, если вернуться в какие-то там совсем уже давние века, года, когда женщины, ну, вообще имели совершенно другой статус, когда женщины не работали, когда женщины вообще были, ну, в таком низшем звене, я еще могу понимать о том, что женщине для того, чтобы было пробиться, нужно было что-то сделать сумасшедшее. Но на сегодняшний день, когда женщины, в принципе, спокойно реализовываются, женщины правят страной, миром, и вообще женщины, ну, реализуются как могут и как хотят, и выбирают, с кем им заниматься сексом, женщины по-прежнему считают себя жертвами и якобы вынуждены спать с мужчинами, извините, давать им для того, чтобы построить карьеру. Я очень хорошо помню, когда я была, ну, наверное, мне было там порядка 15-16 лет, очень активно ходили разговоры о том, что секретари, я помню, были сериалы типа в роли, вроде «Улиц разбитых фонарей», где были новые русские, и где были секретари, которые были любовницами, вот, и где якобы вот показывалось очень часто в фильмах, как к этим секретарям приставали, и некоторые вот они становились любовницами, они ездили на машинах, были такие модные, блатные, а некоторые понимали, что вот они честные, и они на работу не попадут, потому что через постель не готовы. И, конечно же, когда мне было 19 лет, я попала в шоу-бизнес, и шоу-бизнес это вообще весь воспринимался тогда как одна большая постель, что обязательно все девочки, все для того, чтобы там найти себе продюсера, ты должен там с кем-то переспать, хотя, интересно, даже продюсеров как таковых не было, ну, в общем-то, вот эта постель рулила, и мне очень много задавали вопросы, оправдали ли, что ты попала в шоу-бизнес через постель, и я всегда очень удивлялась этому, потому что, ну, если бы можно было все делать через постель, то, наверное, я бы была куда выше, но, как бы, постель – это такая, знаете, штука, ну, мне кажется, которая не все решает, и даже тогда не все решала, не говоря уже о том, что на данный момент, ну, вот, если о сегодняшнем времени говорить, говорить о том, что можно работать в классной корпорации только если ты кому-то дал секс, вы меня простите, но сейчас в каждом баре, в каждом, на остановках, вообще везде, даже ходить никуда не надо, в онлайне куча девочек, которые готовы, в принципе, то есть вообще не проблема найти мужчине секс, мне так кажется, у мужчины, у которого есть деньги или есть какая-то власть, вообще, по-моему, вообще вопроса нету никакого о сексе, и нахрена ему вообще вот это на работе, или там кого-то заставлять, ведь многие говорят, что их принуждают. И мне вообще вот вопрос, девочки, почему на этом идет такая спекуляция, что это вообще такое? Мне, честно говоря, в данной ситуации жалко мужиков, особенно американских, потому что комплимент сказал уже сексуальное домогательство, вот все время эти сексуальные домогательства, домогательства, мне кажется, что это женщины домогаются для того, чтобы потом ткнуть пальцем. Взять ту же Монику Левинский, которая, по-моему, никогда бы вообще не была бы той медийной персоной, не знаю, кстати, как сейчас ее жизнь, и вообще бы ее жизнь не была такой крутой, если бы она однажды не рассказала про свои президентские приколы, как у них был секс. Мне кажется, это Монике страшно повезло, а не Клинтону, да, что, по-моему, это Клинтон был, я уже, простите, не помню всех президентов, с кем было, по-моему, это был чувак Билл. Ей повезло, что он вообще, простите, в нее что-то там засунул. То есть женщины, вот мы, конечно, мерзкие создания, ну, как бы классные, но мы мерзкие, потому что мы этих мужиков можем, называется, я тебя породил, я тебя и убью. Мы можем этих мужчин настолько достать, и потом еще им этот секс, короче, на лоб прилепить и испортить им всю жизнь, потому что ты со мной переспал, а я такая жертва. Ну, простите, ну, какая жертва? Помните, есть такая классная поговорочка, уж простите за мой сленг в данном случае, что если самочка как бы не захочет, кабель не вскочит. Ну, я не говорю о жестких изнасилованиях, о том, где идут там какие-то страшные вещи, нет. Но здесь же нету никаких изнасилований, здесь женщина сама регулярно, ну, я могу только сказать, дает мужчине, раз уж как бы для нее это не любовь, не секс, где она получает удовольствие, она ему дает, и потом она говорит, я это делала только для того, чтобы, а что ты вообще молчала об этом? Почему-то, если ты такая принципиальная, в конце концов, и если вот все, что ты получила, тебя там не устраивает, почему ты тогда вообще на это пошла? Что самое интересное, в фильмах сейчас и вообще в жизни, они же все построены на реальных событиях, женщины вдруг, внезапно живут 20 лет, рожают детей, выходят замуж, и потом вдруг они вспоминают, что когда-то он оказал на нее какое-то сексуальное домогательство, у нее не было выбора. Вот как вы думаете, это вообще вопрос чего? Женской дурости, спекуляции, желание привлечь к себе внимание, оголенности женской души после 20 лет, когда что-то душе скучно что ли стало, и она вдруг вспомнила всех партнеров, с которыми у нее что-то где-то было, причем, заметьте, вспоминают партнеров всегда громких, никто не вспоминает пацана, которому она дала в Кадиллаке, вот, вообще просто, в принципе, с которым она трахалась на каких-то вечеринках, а ведь Америка славится вот этими вечеринками, да, если уж мы говорим то, что мы знаем по фильмам, то, извините, трахаются все, кому не лень там, и тут вдруг через 20 лет она рыдает, потому что, видите ли, чувак, который помог ей построить карьеру, сделать имя, и вообще там, вообще ей повезло, что он на ее обратил внимание вот это место, а не на миллиарды других, она вдруг начинает рыдать по этому поводу, в общем, очень, простите за совсем, вроде как, не бизнес-тему, но в то же время это бизнес-тема, потому что женщины используют свою красоту, свою сексуальность тем, чтобы манипулировать мужчиной, как мне кажется, и получают то, что хотят, и потом при этом женщины начинают мужчину в этом обвинять, но мне кажется, мы вообще страшнючие создания, страшнючие, что вы думаете по этому поводу, крайне интересно знать ваше мнение, и если вы еще не совсем после этой темы захотите от меня отписаться, то можете на меня подписаться, еще раз нажать на колокольчик, и, конечно же, поставить лайк этому видео, ну, хотя бы за то, что я такую смелую тему взяла и затронула, хотя я не знаю, что в ней смелого, но просто вот эта обилие сейчас вот этих вот наездов на мужиков мужчиной остала на вашу защиту. Пишем, что думаем.